Жаловаться можно. Продолжает работать с народной приемной Саратов-24. О самых вопиющих проблемах жителей области мы рассказываем в эфире. А полный перечень обращений будет опубликован в ближайшем выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже уже во вторник. Ко мне присоединяется дежурный народной приемной. На этой неделе это Роман Базан. Ром, на что жаловались наши телезрители? Да, Паша, на этой неделе сыпался не только снег, но и жалобы. А жители села Залесенка, что под Самойловкой, не могут добраться до райцентра. Единственную дорогу там сильно замело. В Саратове на первой дачной жалуются на лед на дороге. У домов по улице Алексеевская была коммунальная авария и с морозами территория превратилась в каток. Пешеходы падают и получают травмы. Жители домов на улице Куприянова жалуются на коммунальщиков. Они разрыли асфальт, меняют трубы. А двор отремонтировали только этим летом. Теперь все на смарку, говорят телезрители. Еще на что жалуются? Ну, жильцы сгоревшего дома на Ткарской рассказали, что их выселяют из гостиницы. Туда их отправили сразу после пожара. А уже завтра их просят из предоставленного временного жилья на выход с вещами. Ну и еще о пожаре ЧП было на политехнической. Наталья Иванова просит поблагодарить дежурного в полиции. Девушка, говорит, быстро отреагировала на звонок о пожаре. Спасибо. Дежурный народный приемный Саратов-24 Роман Базан рассказал об обращениях, которые поступили на этой неделе. Полный отчет о них читайте в новом выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже в ближайший вторник. Мы ждем от вас новые жалобы. Если есть возможность их проиллюстрировать фотографиями или видео, будем только рады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова